Со столь быстро растущим ассортиментом девайсов и атомайзеров стало достаточно сложно выделиться действительно стильным и уникальным набором. В этой серии видео мы расскажем вам о самых жарящих и красивых сетапах. История компании Amira Vape полна взлетов и падений. Как раз после очередного падения компания разделила свои силы на Avid Life и Continuous Current. Именно после создания последней свет увидел новый Manhattan V3, Spider-Man Стального Мира. Увесистый и брутальный, он отличается от ближайшего брата Jack с диаметром, а от прошлой своей версии кнопкой, наличием газоотводных отверстий на теле мода и плоской верхней частью, которая позволяет использовать атомайзеры на 24 мм. Неизменными остались два канона, чистая медь и тугая кнопка. Мод отлично ощущается в руке, даже с глянцевым покрытием, как у нас. Кстати, не беспокойтесь, максимум, что вас ждет на моде, небольшие вмятины, но никак не отшелушивающийся лак. Вопрос вызывает наличие двух респ на теле мода, и если с нижней все понятно, то назначение верхней мы сейчас постараемся объяснить. Дело в том, что при снятии кнопки может раскрутиться кольцо, сдерживающее верхний магнит, после чего вас будут ждать увлекательные 20 минут по извлечению магнитов из кнопки. Поэтому при смене аккумулятора следует откручивать именно верхнюю часть мода. Газоотводные отверстия есть как в кнопке, так и в теле мода, поэтому аккумуляторы можно ставить как вам удобно, а медь сделает свое дело. Если не забывать ухаживать за модом, благо тут есть покрытие, то можно получить весьма хороший жарящий сетап. А что же на него накрутить? Америка и еще раз Америка. У нас необычная стальная версия Kennedy 24. Покрытие сделано в цвет механических модов Manhattan V3, специально для веб-шопа Паркультуры, которые предоставили нам ее на обзор. Это значит, что помимо белого сетапа у вас есть еще несколько вариантов окраски, каждый из которых выглядит очень эффектно. Но несмотря на эксклюзивность, упаковка осталась чисто американской. Это простой пакетик, без римкомплекта и прочих радостей. На данный момент это не последняя версия, недавно была представлена Kennedy 25 с двумя стойками. В нашей же версии стандартные три стойки с небольшими отверстиями для установки спирали и классическим нижним обдувом, который прекрасно раскрывает вкус как на сложных билдах, так и на обычных намотках. Секрет вкуса понятен и прост. По два цилиндра, направленных на каждый койл, и сферическая обработка вверху испарительной камеры. Фишка Kennedy Enterprises, за которую их и полюбили. С нижним обдувом есть небольшая хитрость. Он нерегулируемый и любит протекать в самый неподходящий момент, но выход есть. Чтобы закапывать дрипку через верх, укладывайте хлопок вплотную к минусовым стойкам базы. Так жидкость равномерно пропитает две намотки. Интересен еще и дриптоп. Здесь оринг для фиксации находится в самом теле дрипки, за счет чего он держится уверенно и не норовит вылететь. Пин нерегулируемый и, разумеется, подходит для модов с гибридным коннектором. 2016 год же на дворе. В итоге получается идеальное сочетание стиля, простоты и вкуса. Если вам по душе нижний обдув и его возможные протечки, то этот сетап – ваш выбор. По копилке больно не бьет, а радовать внешним видом будет долго. Мы благодарим Паркультур и Вейбхаус.ру за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях. Субтитры сделал DimaTorzok